Если вы используете яблочный уксус и медные браслеты, чтобы избавиться от варикоза, срочно прекращайте. Давно доказано, что они не только не помогают, но и вредят вашим венам. С вами доктор Длин, и я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы разберем последствия варикозной болезни, поговорим об опасных народных способах лечения, а в конце я расскажу про современные медицинские методы, которые помогут избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Чем же опасен варикоз? Во-первых, из-за того, что происходит расширение вен, увеличивается внутривенозное давление, истончается сосудистая стенка, поэтому может открыться кровотечение. Во-вторых, при длительной болезни появляются трофические язвы. Это дефекты кожи, которые со временем увеличиваются и могут вырасти на всю голень и уйти вглубь. К сожалению, чем больше трофическая язва, тем выше шанс ампутации конечности. Сильный и постоянный болевой синдром в пораженной нижней конечности. И это самое неприятное, потому что случается так, что самого варикоза еще не видно, а ногу уже тянет. И многие думают, что боль возникла из-за проблем с позвоночником, грыжи или защемления нерва. И чем раньше вы поймете истинную причину, тем быстрее начнете лечение. А если вы сами столкнулись с подобной ситуацией, то приходите к нам на бесплатную консультацию, и мы после всех обследований сможем определить, есть ли у вас проблемы с позвоночником или уже пора обратиться к флебологу. Ссылка на запись в описании. Варикоз приводит к тромбозу. Ну а о том, чем грозит патологическое образование тромбов, у меня есть отдельное видео. Переходите по ссылке. Что ни в коем случае нельзя делать, если у вас уже есть проблемы с венами? Конечно же, использовать непроверенные способы. И вот самые популярные. Часто в интернете встречается рекомендация прыгать на пятках как можно больше, мол, так улучшается кровоток. На самом деле прыжки, причем любые, противопоказаны при варикозе. Они только ухудшат состояние. Следующий популярный способ – растирание голеней спиртовыми настойками. Этого делать нельзя, ни в коем случае, потому что спирт разогревает ткани и делает сосуды ломкими. Ну а лечение медью, в частности медными браслетами, попросту не помогает. История такая. Надеваете на ногу медный браслет, и у вас проходит варикоз. Налаживается артериальное давление, оздоравливается сердце. А как это работает и кто это придумал, пойди разберись. Кроме того, медные испарения опасны для человека. Эффективно решить проблему варикозного расширения вен может только медицина. И сейчас я вам приведу некоторые современные методы лечения варикозного расширения вен. Первый метод – это радиочастотная абляция. В расширенную вену через прокол вводится катетер. После местной анестезии выполняется радиочастотное нагревание вены, после чего вена сморщивается и пломбируется. В результате закрывается канал, в который обычно сбрасывалась и застаивалась кровь из глубоких вен. А венозные притоки удаляются специальными крючками через те же микропроколы. Главное преимущество процедуры в том, что это радиочастотное оборудование, поэтому нет риска врачебной ошибки. Катетеры для ввода используются одноразовые, а сама процедура не требует даже госпитализации. Второй способ – склеротерапия вен. Это безоперационный способ лечения. За сеансом вводят от двух до десяти инъекций специального препарата склерозанта, который, попадая в расширенную вену, разрушает ее внутренний слой, из-за чего она сужается и склеивается, полностью закрывая венозный канал. Количество времени и процедур зависит от тяжести варикоза. Третий способ – минифлебоктомия варикозных вен. Это операция, которая проводится под местной анестезией. Вам на коже делают точечные проколы, а затем через них специальными крючками удаляют варикозные вены. В отличие от классической флебоктомии, когда хирург, чтобы удалить вены, делает надрезы, после минифлебоктомии вам не придется ждать, когда заживут все рубцы. Интересно, есть ли среди моих подписчиков кто-то, кому пришлось пройти через эти процедуры? Если да, поделитесь своей историей. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я рассказываю все о здоровье. Ставьте лайк. А с вами был доктор Длин. До новых встреч!